Только что забрала посылочку от парфюмерного интернет-магазина Parfums & More. Уже не в первый раз заказываю у них ароматы и сотрудничаю с ними. Оригинальная парфюмерия, все быстро доходит, качественно. Много всякой вот этой вот пушистости и воздушности в коробке, чтобы ароматы дошли в сохранности. И у меня здесь два ароматика. Это один вот такой малютка, 25 мл Вандервобилл. Мне очень хотелось попробовать этот аромат и вообще познакомиться с этим брендом. Френдо 2787, это испанский бренд. И аромат Флёр де Сантал, новиночка от Атар Коллекшн. Всем привет, с вами снова я Оля. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Спасибо, что открыли это видео. И сегодня мне хочется поделиться с вами впечатлениями о своем новом аромате. В полку моих сандаловых ароматов прибыло. И речь пойдет о парфюме Флёр де Сантал от Атар Коллекшн. Пошуршим. Пошуршим. такая цветовая гамма приятная это сливочный флакон посмотрите какая красота флакон просто роскошный цвет флакона коричневая такая бархатная подставочка здесь 100 миллилитров как и во всех ароматах этого бренда такая вот бархатная коричневая пьедестал и пломбирный такой сливочный с шиммером таким золотистым шиммером цвет флакона очень красивый такая такого цвета коричневого цвет подставки крышечка ну что давайте распылим аромат такие лепестки или цветочки здесь тоже цвет крышки это новинка бренда аромат про сандал я его тестировала только один раз это очень нежный мягкий лактонный аромат сандаловых палочек приятный очень приятный аромат восхитительный очень рада что он у меня появился это новинка двадцать четвертого года и посмотрите какое уютное сочетание цветов в оформлении флакона и упаковки флакончик находится вот на такой бархатной коричневого цвета подставки очень все красиво эстетично и вообще люблю флаконы от ар-коллекшн за их такую обтекаемость и всегда их приятно держать в руке за счет того что они такие вытянутые и гладкие и в целом они визуально тоже очень приятным очень красивое сочетание цветов именно в этом флаконе такой медный коричневого цвета колпачок очень красивый красивый цвет и сам флакон имеет такую такой молочный цвет с золотым шиммером на видно ли вам шиммер но он очень очень красиво переливается очень такой нежный мягкий и уютный какой-то перелив дает в сочетании вот с такого цвета вот этими винделечками узоры листики очень очень красивое сочетание цветов во флаконе прям отдельное эстетическое удовольствие созерцать такую красоту и а вот это сочетание цветов она как будто нам говорит что внутри будет что-то уютное мягкая располагающая и это действительно так аромат про сандал многие ждали эту новинку и предвкушали выход этого аромата и здесь в нотах груша перец ангелика молоко ирис мимоза и ланг-иланг сандал мускус и орган это аромат модного нынче направления фруктово-орехово-молочного лактонного такого сливочного с сандаловыми оттенками то есть вот такой сейчас он прям на гребне на гребне волны много не то чтобы много но есть ароматы таком направлении это аромат не повторяющий не ни один другой аромат он самостоятельный но он именно этого направления такого фруктово-молочного орехового древесного то есть такое сочетание нот очень сейчас модная популярная и действительно аромат мягкий уютный такой знаете комфортный обтекаемый округлый такой знаете утопающий нежный аромат и я считаю расслабление для расслабления для ощущения безопасности наверное если рассматривать его как ароматерапию даже то есть ароматы с нотой молока как здесь то есть с такими молочными ярко выраженными молочными оттенками лактонными они всегда как-то дают ощущение теплоты уюта какой-то безопасности на мой взгляд и это аромат здесь есть груша в старте но она не ощущается грушей больше просто как фруктовым оттенком я бы так сказала то есть это не груша груша не аромат про грушу это фруктовый какой-то оттенок старте который до чувствуется аромат пудровый это и пудра и крем пудра нежная мягкая но вот этот оттенок пудры соответственно и резда дает пудровость в аромате есть здесь перчинка то есть не перчинка в самом аромате есть перец в нотах и вот перец я считаю что он дополнительную текстурность пудры дает как мне кажется и аромат кремовые несмотря на то что здесь есть и орехи и фрукты и молоко аромат не гурманский он несъедобный совершенно это аромат про уходовость про заботу о теле это наверное завершающий завершающий этап ухода за телом за кожей то есть вы приняли возможно душ или ванну мыли голову с шампунем нанесли маску нанесли после спрей для волос возможно или масло какой-то из линейки с органовым маслом то есть вот такой ореховый характерный масляный аромат присутствует здесь оттенок такой явный он очень явный ореховый такой оттенок и нанесли на себя молочко для тела легкая с ореховым оттенком и нанесли на себя после в завершении как завершающий этап забот заботы о себе вот такой прекрасный теплый уютный нежный мягкий аромат то есть он мягкий такой кремовый как крем для тела такой узнать пахнет кремом для тела молочком для тела у него по ощущению как будто кремовая такая текстура несмотря на всю свою мягкость пушистость у него такой пушистый шлейф аромат шлейфовый несмотря на свою нежность уютность такую кашемировость то есть этот аромат хорошо подойдет на холодное время года чтобы дополнять ощущение вот это теплоты как бы согревает и расслабляет и дает ощущение чего-то мягкого такого тактильно как кашемировый свитер мягкого и нежного очень хорошо сочетаться зимой с такими теплыми мягкими вещами и несмотря на свою мягкость нежность и пушистость аромат плотный то есть он согревающий все эти компоненты они плотно ощущается кремом ощущается вот такой вот как кремовость плотно как немного масленность даже то есть как масло возможно есть в нем кстати да солярность за счет ореха ореховых нот как солярный аромат то есть как масло для тела для загара ощущается или масло которым вам которым вы массажируете кожу или вам делают массаж таким вот такой вот масло с такой отдушкой это прекрасный аромат, очень нежный, уютный, теплый, но несмотря на это, им хорошо пользоваться и сейчас летом, сейчас 30 плюс градусов, но нужно соблюдать, конечно, дозировку, тогда он красиво раскрывается, я считаю, что вообще тепло и жара хорошо раскрывает ароматы, они распускаются как цветы, показывают все оттенки, все грани своей красоты, всю свою красоту, показывают именно в тепле ароматы, потому что они нагреваются за счет того, что вот просто температурный, скажем, режим, да, такой повышенный, они нагреваются, кожа их еще больше раскрывает, потому что жарко и пульсирует все тело, и еще краше и ярче раскрывается аромат, единственный момент, нужно его умеренно наносить, 2-3 распыления максимум, я когда распаковала его, нанесла на себя один спрей на сгиб локтя, и у меня брат спросил, чем я пахну, что ты там новенького распаковала, он знает, что я увлекаюсь парфюмерией, веду блог на эту тему, и он подошел, спросил меня, и я характеризовал, то есть он заметен, то есть я сидела в комнате, и он зашел в комнату и говорит, чем ты надушилась, рассказывай, что новенького, то есть с одного спрея он заметен, он диффузно заполняется по всему пространству, я считаю, что он шлейфовый, в жаре он сидит больше к оконам, но ему чуть ветерка, и он сразу начинает шлейфить, то есть зимой он будет хорошо шлейфить, такие пудровые и кремовые ароматы, они хорошо шлейфят зимой, в прохладе, в холоде, сейчас он больше сидит как к оконам, как чем-то таким, что-то вокруг вас, но когда вы заходите в помещение, или заходят в помещение, где вы находитесь в этом аромате, его ощущают, он заметный, брат мой тоже воспринял его как пудровый, скажи пару слов, пару слов, пудровый, кремовый, пудровый, теплый, вот так он сказал, да, теплый, пудровый, такой плотный, ему показался, ему понравился аромат, и это аромат, который будет согревать, он такой, значит, уютный образ, такой, я уже сказала, в кашемировом свитере, в чем-то такой мягком, нежном, пушистом, или утро с чашечкой капучино, или вот что-то такое, что-то такое мягко-уютное, то есть это аромат не про что-то съедобное, он такой для атмосферы расслабления, для атмосферы спокойствия, когда вы вот с утра пьете чашечку кофе, вечером вы отдыхаете, возможно, в гамачке, как я сейчас, последние дни, и это аромат спокойствия, костя, то есть он не для собранности, он для расслабления, он такой, знаете, расслабляет, медитативный, такой уходово-кремовый, даже я думаю, что на ночь его классно наносить, так один спрей на себя, кто любит наносить ароматы на ночь, или можно просто воздух подышать, он такой спокойный, мягкий, умиротворяющий, многим понравится, многим, если любите кремовое, пудровое направление, уходовых средств, вот, да, да, вам понравится он 100%, потому что в нем нет ничего отталкивающего, свербящего. По поводу ноты сантала, есть люди, которые априори воспринимают ноту сантала как соленую, но я человек, который любит санталовые ароматы, у меня их несколько, у меня есть и соленый, и пряный, и свежие, холодные такие альдегитные санталы, и лактонные, и я люблю разные, и хочу сказать вам то, что в нем совершенно нет никакого рассола или огуречности, какой-то овощной такой ноты, есть сантал с овощными, такими огуречными оттенками рассольными, маринадами, здесь этого нет вообще, то есть это молочный сантал, это мягкая древесина, вымоченная в молоке, и здесь нет совершенно никакой солоноватости, но, повторюсь, вот есть люди, которым, в принципе, эта нота ощущается как солоноватая, возможно, вам он будет казаться солоноватым, я не чувствую ничего такого, я чувствую кремовость, вот именно текстуру крема, текстуру масла, как будто такую ореховость, мягкость, теплоту, нежность, уют, уютный, очень уютный аромат, очень комплементарный и уютный, и понравится многим, то есть он такой, знаете, я бы сказала, даже универсальный, то есть универсальный, он не, не устаешь от него, он комфортный, очень комфортный, то есть с момента распыления аромата на кожу, в нем очень комфортно, ни одна нота не отталкивает, когда раскрывается аромат, он вообще кремом сидит, но он ощущается парфюмом, то есть он сидит как будто крем, то есть запах крема, но это ощущается, что это парфюм, что на вас аромат какой-то, да, есть, то есть это не слепое пятно, то есть он заметный, повторюсь, несмотря на его округлость, мягкость, уютность, вот эту нежность, аромат яркий, аромат яркий, его слышно, его заметно, он заметный, то есть вы не будете незамечены прямо вот в этом аромате, он спокойный, он спокойный по ощущению, то есть ноты сандалы, они всегда такие, всегда такие мягкие, плюс-минус, как их не обыгрывая, они всегда дают ощущение мягкости, нет жесткости в аромате, то есть он мягкий, округлый, спокойный, уходовый, девушка пахнущая, источающая, такой аромат духов, восприниматься будет как ухоженная девушка, это аромат ухоженной девушки, с чашечкой кофе, размеренной, спокойной, уютной, такой энергетический, притягательный, то есть вот такой аромат, аромат классный, аромат классный, новиночка, тестируйте, ссылочку на магазин я оставлю под видео, парфюм Синдмо, заказывайте и переходите по ссылке и заказывайте. На этом я с вами прощаюсь, оставляйте комментарии, кто уже знаком с этим ароматом, ваше мнение, обязательно, обязательно ваше мнение, мне будет очень интересно почитать и всем пока!